Культ поход Музея Циолковского Авиации и космонавтики София сегодня нам расскажет Обо всех летних программах Которые проходят не только летних В музее Циолковского В общем у нас такой культ поход Сегодня под звездным небом будет В общем мы будем и про детские программы говорить И про взрослые программы говорить София здравствуйте Добрый день И Гульнара Гарипова Яна Лапшина здесь Ну помимо того что мы будем Знакомить вас с программой детского космического Центра и музея Циолковского Авиации и космонавтики Подразделением которого как я понимаю Детский космический центр является Или это одно и то же Нет общее название Музея Циолковского авиации и космонавтики Просто у музея два здания Историческое здание где в 19 веке проживала Семья Циолковских И новое здание детского космического центра Которому, кстати, весной следующего года исполняется 5 лет А вы и там, и там, получается, да, работаете? Или они работают автономно? Мы единое целое Вы единое целое Да, и планетарий тоже с нами единое целое Это наше сердце О, понятно В общем, мы сегодня будем про приключения Говорить и про путешествия под звездами Софии Вот, ну и традиционно, конечно же, будем разыгрывать призы Причем скажу, что мы и в детский космический центр В планетарии и в музеи тоже будем пригласительные разыгрывать Ну, у нас есть, понятно, что кино Понятно, что есть книжки Так что об этом мы немножечко попозже скажем Но сейчас к Софии переходим Мне так нравится, что Софию зовут именно София Это такая связь с Циолковским, с его философией Также переход к Соловьеву С космосом, с космосом связь Это прекрасно Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста Про все какие-то интересные ближайшие программы И вообще в целом Я вчера пожалела, что культпоход в пятницу, а не в четверг Потому что вчера, насколько я понимаю, был день астероида И вчера была большая познавательная программа В музее как раз И вот я пожалела, что мы не успели про нее рассказать Но я в перерыве у Софии выяснила, что это программа Которая иногда повторяется А почему именно вчера? У астероида есть день рождения Это первый астероид был обнаружен в этот день? На самом деле, да Дней космических достаточно много Есть целая неделя планетариев Есть неделя космоса Есть день Плутона Когда, собственно, Плутон был открыт Вот вчера был день астероида У нас действительно была программа В планетарии подготовлена Наш лектор Сергей Владиславович Читал лекцию Малые тела Солнечной системы Это лекция про карликовые планеты Про астероиды, кометы, метеориты и так далее Ну и к лекции присоединялся фильм Розетта про уникальную миссию К ядру кометы 67Р Чарюмова Гея Расименко Это непростая лекция Ее в обычный день сложно посетить Потому что это одна из разработанных лекций В рамках уроков по астрономии Для старшеклассников А это когда астрономию ввели Снова вернули в школу, да? Да, сейчас в школу вновь ввели астрономию Для старших классов И вот совместно с учителями города Кирова Наши методисты разработали 4 урока Вот лекция Малые тела Это один из них София, а возрастное ограничение Мы обязаны перед Роскомнадзором называть По каждому мероприятию возрастное ограничение Не всем это нравится, но тем не менее 12 плюс, наверное, там, да? Да, 12 плюс, но, наверное, потому что нет Там 14, 16 плюс, потому что Нет, 16 есть, но мне кажется, что там ведь нет ничего такого криминального Нет, у нас, в принципе, в музее нет ничего криминального Я так представила, просто криминальный клетон Из-за угла выскакивает Ну да, там может быть кровь, кровь, жестокость Кровавая Венера Просто нужно понимать, что уроки проходят и с учётом каких-то математических знаний Физических знаний Соответственно, ребёнок 6 лет, он заскучает или заснёт Ну просто жаль, если он там попадёт в планетарий А в итоге ничего И проспит всё Да, всё проспит Хотя, вы знаете, вот сейчас пора летних школьных лагерей И зачастую мы там показываем детям мультфильм Дети в восторге выходят А взрослые выходят, потягиваясь со словами Как сладко, я спал Где ещё ты среди дня найдёшь полчаса тишины среди детей А вы прямо в планетарии эти мультфильмы показываете? Да, да Ух ты, то есть ты вот на звёздном небе, получается Ну как бы на небе это смотришь, да? Да, но сейчас же система вообще очень современная и удобная То есть если в советское время посередине зала стояла огромная аппаратура Кресла были обычные, нужно было задирать голову Это очень неудобно И ты там к середине сеанса уже шея отпадывает Сейчас всё ультрасовременно У нас один из самых молодых планетариев России С большим куполом, с цифровизацией, с эффектом присутствия То есть как 3D-эффект То есть только не нужно надевать ни 3D-очки, ничего дополнительного Полулежачее кресло Ну и такая обстановка со звёздным небом Конечно, располагает У вас там, наверное, романтические свидания у вас там хорошо проводить В том смысле, что вот кто ещё только начинает какие-то отношения, да? И вот пойти вместе посмотреть на звёзды Это как в кинотеатре на последнем ряду Нет, я как раз хотела отойти от этого То есть я бы не хотела, чтобы мы сопоставляли Между прочим, с последними рядами действительно в планетарии Чем дальше сядешь, а у нас нет номерных мест То есть кто как успел, тот и молодец И чем дальше в планетарии сядешь, тем лучше будет обзор Хотя и на первых рядах тоже хорошо Потому что купольная система, она в принципе даёт обзор на 180 градусов Но молодёжь к нам тянется, и это очень приятно К тому же в этом, ну вот в сентябре прошлого года Министерство сделало нам такой шикарный подарок Это Пушкинская карта И теперь ходить на свидания не только приятно, но ещё и бесплатно можно Школьникам и студентам, да? Ну по Пушкинской карте Министерство тебе оплатит поход в музей И стоит сказать, что мы сразу первый музей, который в Кирове, Кировской области присоединился к этому К этим возможностям, к Пушкинской карте Это были мы Так что мы первые, а не только в космосе Так Вот Поэтому в этом году очень активно ходят старшеклассники, студенты Конечно, свидание не проходит там один на один Потому что выкупить весь планетарий, это достаточно затратно Но тем не менее, приятно, что молодёжь есть А то есть это какие-то определённые часы, когда можно подойти, чтобы вот всё это зарядилось Или это группы должны прийти, или вот я случайно, например Как вам считать, действительно происходит Один человек, и я хочу в планетарий Как это сделать? А вы знаете, у нас есть расписание На сайте оно тоже указано По номеру телефона 485017 его тоже можно узнать Вот, и просто вы выбираете фильм по расписанию, который вы хотите посетить Приходите к назначенному времени Нам неважно, сколько человек пришло То есть даже если один человек пришёл Мы для него всё равно сеанс покажем Так же, как и экскурсию мы в любом случае проведём Если она на это время заявлена А сеанс, он сопровождается чем-то? Или там просто... Сидишь в кресле и смотришь на вращающиеся звёзды? Нет, это не просто вращающиеся звёзды Все фильмы посвящены каким-то тематикам То есть есть, например, фильм «Путешествие по Солнечной системе» про планеты Легенды звёздного неба про героев древних сказаний, в честь которых названы созвездия То есть это мифы, получается, греческие, скорее всего Кстати, вот эти сеансы очень хороши для 4-5 класса Потому что это интеграция разных предметов Это и литература, и история, и тут же география Поэтому вот звено 5-х классов очень ходит часто на эти сеансы Мультики, например, тоже космические Самый востребованный мультик «Полярис» Про белого медведя и пингвина Они обсуждают разницу в полюсах, на которых живут Потом пару созвездий изучают А затем летят на Марс и Сатурн и исследуют планеты Это 6+, наверное, возрастное ограничение 6+, но приходят и трёхлетние А как это происходит? Я представляла планетарий, вот кресло, да Ты удобно располагаешься, смотришь куда-то в потолок И что там мультики на потолке показывают прямо Да, то есть просто за счёт анимации Вся информация у детей легче усваивается То есть вот я, например, ну честно говоря, далёкий от природоведения человек И сложно мне давались подобные предметы Что в школе, что в университете Но я посмотрела «Полярис» и теперь я точно знаю, из чего состоят кольца Сатурна Это лёд Вот так же я примерно понимаю, что у детей Вот они посмотрели мультик, но это не просто какое-то там развлечение Это познавательный мультфильм, после которого дети выходят А, в хорошем настроении Б, как будто полетавшие Потому что эффект присутствия, он всё-таки имитирует, скажем, полёт И В, они ещё и со знаниями в голове уходят А это, между прочим, да Кресла как-то двигаются? Кресла не двигаются Они просто откидываются назад И вот в таком удобном положении, полулежачие посетители находятся И педагоги, и психологи ведь говорят о том, что информация запоминается лучше Когда она, ну, вот так позитивно, скажем так, окрашена Да, с какими-то эмоциональными впечатлениями ещё связана И дети, которые смотрят мультик, например, да Они вот получают такой заряд Хорошо И знания параллель Давайте от планетария к другим каким-то вашим чудесам Подождите, мы не всё ведь, наверное, про планетарий рассказали Там, наверное, ещё масса всего интересного Да, может, половину программы разговариваем про планетарий Надо ещё что-то успеть Нет, планетарий – это самое интересное Ну, я с вами не соглашусь, что планетарий – самое интересное Это, конечно, сердце нашего музея Это уникальные возможности посмотреть на звёздное небо На какие-то там, на чёрные дыры Про тёмные материи узнать и так далее Просто у нас, в принципе, весь музей достаточно интересный, современный У нас много интерактивных залов И, конечно, идеально сочетать занимательные, например, программы Или экскурсию с планетарием Вот, но тем не менее Многие наши посетители говорят, что мы уже все фильмы у вас с планетарий посмотрели Давайте нам что-нибудь ещё Давайте что-нибудь новенькое Да, очень приятно, что некоторые кировчане приходят к нам по многу раз Мы всегда рады видеть А как они, кстати, у вас обновляются, вот репертуар этих фильмов? То есть есть какое-то определённое количество библиотеков вот этих фильмов, да? А бывает такое, что какой-то, например, новый фильм сняли и тут же он поступает Ведь, наверное, у планетариев, ну, вот условно, не один же кировский планетарий, да? То есть много же где? Есть запрос какой-то? У нас есть библиотека фильмов, которые, ну, мы стараемся их обновлять каждый месяц Или каждый сезон Имеется в виду, там, не все фильмы влазят сразу в расписание Поэтому в один месяц одно показываем, в другой в другой Это как хранилище в музее Но, скажем так, фильмы про космос снимать не так легко, как там обычные художественные фильмы Поэтому обновления проходят не так часто, это раз Во-вторых, конечно, это достаточно затратно покупать новые фильмы Стоит сказать, что вот не каждый планетарий при этом может свои фильмы делать, снимать У нас, например, есть сотрудник Денис Александрович, который владеет этими умениями И сам делает фильмы, но это в основном для лекций То есть там Сергей Владиславович лекцию разрабатывает Последняя была курс на Марс Что-то вроде презентации какой-то, да? Такой видеопрезентации Можно понимать, что все это на куполе То есть это хорошее качество, это не просто презентация Это звезды, это планеты, это темные материи и так далее То есть это все реально Сам не соберешь на коленке Не соберешь К тому же купольная система подразумевает определенное расширение И это не прямой экран Но мы, допустим, выпускать куда-то эти фильмы продавать не можем Потому что у нас там нет документов Лицензии, да А вот, например, новороссийские, новосибирские планетарии Они могут и озвучивать фильмы И, конечно, мы дружески иногда обмениваемся А, ну это хорошая история, как букроссинг, да? Сам посмотрел сам, покажи другому София, у меня вот такой вопрос все-таки может быть Больше к взрослой программе Мне вот интересно безумно фигура самого Циолковского Он же жил там, да, вот в этом домике когда-то Конечно, да, в 19 веке жила семья Циолковских Жили они, правда, тут не очень долго Порядка семи лет Циолковский здесь прожил С перерывом на отъезд в Москву Здесь прошли его, ну скажем, детско-юношеские годы И именно здесь, как мы считаем, было становление его как педагога И как ученого в принципе Потому что в Вятке он начинал заниматься, ну как мы это сейчас называем, репетиторством Да, и первые его там какие-то книги были тоже начаты здесь Мне как раз безумно интересно как раз вот тексты именно Циолковского То есть его изобретение в переплетении с философией Федорова Потому что на эту тему сделал спектакль Борис Павлович Он задумал его делать когда еще жил здесь в Кирове И он должен был поставлен быть здесь Но, к сожалению, так получилось, что Боря уехал И в прошлом году он поставил этот спектакль в Калужском драматическом театре Это великолепный спектакль Он в том числе и про Киров, в том числе и про Калугу, в том числе и про космос И там просто безумное какое-то количество прекрасных идей Я подумала Как называется спектакль и возрастное ограничение? Так и называется, Циолковский По-моему, там 16 плюс 16 плюс Я не помню точно Вот, и было бы классно привезти на гастроли вот этот театр И где-нибудь я представила просто под куполом провести эту премьеру Сделать этот спектакль Ну, это из ряда фантазии, конечно Ну, на самом деле, вот спектакль под куполом, это для нас не новинка Прошлые два года, да У нас проходил спектакль «Маленький принц» режиссёр Татьяна Котвицкая Всё это, ну, актёры, ну, тоже было, по-моему, 12 плюс Потому что это не привычный спектакль, где актёры двигаются по сцене А это аудиовизуальный спектакль с визуализацией на куполе Планетария Здорово То есть театральная тема тоже там присутствует Не только театральная, ещё и музыкальная У нас есть проект «Симфония звёзд», где музыканты из нашей филармонии, скрипка и гитара Играют известную классическую музыку, и всё это тоже сопровождается визуализацией Возрастное ограничение? 12 плюс 12 плюс у Бориса Павловича, я посмотрела, уточнила То есть эти музыканты, они просто подбирают какую-то подходящую по настроению музыку, да? То есть она уже известна, это уже написаны какие-то произведения Было бы здорово ещё, я просто живу в теме своего спектакля, который мы месяц назад Ой, месяц назад, неделю назад показали Прямо сочинить какую-то музыку самому Будущее, прошедшее в настоящем Возрастное ограничение тоже, по-моему, 12 плюс Про каждую звезду, про каждую планету То есть вот подумать о том, какая рефлексия могла бы быть связана с каким-то конкретным объектом И написать музыку Ох, я сижу тут, мечтаю, пишите, сочиняйте Ну здорово Давайте ещё поговорим про какие-то ещё события и программы А подождите, я можно вот я быстренько уточнюсь То есть планетарий, он находится в новом здании Да А экскурсии, лекции, они проходят в новом здании или в старом здании? Там и там То есть в новом здании, вы сказали, интерактивный музей, да? То есть всё двигается Ну, всё разное Конечно, допустим, лекции нужно понимать Что если эта лекция, вот как у Сергея Владиславовича, она тоже проходит в планетарий Но у нас есть и отдельно космолекторий, который проходит в конференц-зале То есть это просто лекция наших экскурсоводов с визуализацией уже через презентацию Темы тоже разные и под разную возрастную категорию Есть там лекция, например, животные в космосе, она подходит для начальных классов Это про белку и стрелку? Нет, мы привыкли с вами думать, что только белка и стрелка летали На самом деле они даже не первые собаки в космосе, они первые вернувшиеся на Землю Живыми Да, живыми, ну вообще вернувшиеся И до этого просто до них не было системы возврата спускаемого Я задумалась, они живыми вернулись Да, потом даже потомство дали И одного из щенков подарили, по-моему, жене президента США Ага Вот, ну ведь в космосе на самом деле были и обезьяны, и кошки, и черепахи И даже таракан, которую назвали Надежда, и она тоже потом принесла потомство Боже, боже, а как её туда, в чём, в коробочке? Ну, доподлинно, неизвестно, возможно, она случайно Это мы отправляли? Случайно, скорее всего, попала она в космос, просто непонятно как Ну вот её там рассекретили Подождите, это Советский Союз это сделал, или кто-то, или какая-то другая страна Кто отправил таракана? Ну ладно Вот она вернулась, Надежда вернулась Там много И дала потомство, вот я сейчас представила Да, просто это интересно, то есть всё это изучается, как космос влияет на жизнь не только человека, да, но и животных, и даже насекомых И растений Они же проводят постоянно эксперименты в космосе Об этом тоже у нас есть лекция Эксперименты в космосе Можно я расскажу, у меня есть знакомый Денис Сивков, который изучает повседневные практики, как раз которые были в космосе у космонавтов И он рассказывал про какой-то дневник, что вот наши советские космонавты должны были следить за тем, как растёт лук и фиксировать в дневнике, каким образом он себя чувствует там в космосе Вот, и отчёты приходили всё время Лук погиб, лук погиб, лук не выжил Оказывается, они его просто ели там, им не хватало жутко зелени, витаминов Они их съедали, и отчёты были вот такие, в общем, забавные, конечно, повседневные такие Да, я сейчас подумала, что наверняка есть какая-нибудь лекция про космическое питание Или это как-то сопутствующее? Нет, вы знаете, про космическое питание мы рассказываем на обзорной экскурсии Да, потому что у нас есть и экспонаты, показывающие, как выглядит космическое питание, как в тюбиках, так и в консервных банках Сейчас от тюбиков отходят Вот недавно у нас появился новый экспонат, это стол Стол? Обеденный стол космонавтов Как он выглядит? Ну, как он выглядит, словами описать сложно, вам нужно прийти к нам в музей И посмотреть Посмотреть, конечно Но нужно понимать, что в космосе же нет воздуха, да, всё летает И чтобы еда не летала в банках по воздуху, она прикрепляется магнитами, стяжками То есть там специальная суперсистема, чтобы это всё беспорядочно не вращалось вокруг космонавта Чтобы он не охотился за бубликом по всей международной космической станции Шалят иногда, космонавты шалят и там снимают видео, как там у них летают апельсины Или они перекидываются капельками воды Видео это, в принципе, можно даже в открытом доступе в интернете посмотреть Достаточно интересно А ещё я слышала, у вас есть какие-то там программы Я не знаю, образовательные ли они, или развлекательные Где можно поуправлять какими-то элементами, видимо, космического корабля Но это какая-то компьютерная программа, да, и можно посмотреть Ну, стоит сказать, что мы всё-таки не развлекательный центр Да, у нас можно немножко пошалить, подуреть, но всё это... Апельсинами не кидаться, пожалуйста Всё это всё равно через познавательное проходит Зал, о котором вы говорите, называется «Виртуальная космонавтика» Там стоят действительно... 12 плюс Спасибо, София Там стоят действительно серьёзные экспонаты Это техникой наподобной занимаются космонавты в Звёздном городке Перед полётом в космос Ого! Да, на них можно изучить внутреннее и внешнее строение космического корабля Можно попробовать ручную стыковку космического корабля с МКС Сделать это очень сложно У меня за все там 4 года моей работы не получилось ни разу Ничего себе Да, ну просто нужно там... Там выглядит это как компьютер, но там есть рычажки, разные штучки, которые нужно крутить, вертеть, соединять И это достаточно непросто Причём в определённом порядке надо ещё запомнить, да, что когда... Ну, нужно просто удаление, приближение, скорость снизить, скорость увеличить, курсор навести Это всё очень сложно Но у кого получается, тех... Тех сразу берут в космонавты Нет, тех пускают в спускаемый аппарат и они могут это попробовать уже в реальном лежачем положении Как это делают космонавты? Не руками, а указкой Потому что до пульта управления дотянуться достаточно сложно рукой Ага, так-так, подождите, то есть к вам можно ходить в течение лет, тренироваться, значит, вот, пристыковаться для того, чтобы попасть вот в эту вот капсулку, лечь там, да А это капсула, да? Ну, это капсула или это макет какой-то? Нет, кабинет просто выглядит как кабинет Но есть спускаемый аппарат, который вот, ну, как реально спускаемый аппарат, в него уже только самых, пускай, как-то сказать, самых продвинутых, да Он как выглядит? То есть это такая сфера какая-то, да, получается? Капелька такая Ну, я же говорю, капсула Ну, стоит сказать, что научиться стыковаться можно в рамках клуба У нас с сентября по май проходят клубы для детей Это и виртуальная космонавтика, это и космическое макетирование, где ребята учатся делать там, ну, макеты ракет разных и узнают про всё, что летает в космосе Это и занимательная астрономия, где ребята могут узнать про звёзды и про метеориты и про всё-всё-всё И там сделать макеты солнечных часов, например Это и робототехника, и даже рисуем космос клуб есть Клубов у нас достаточно много, начиная там от шести лет ребятки к нам ходят, даже пяти, по-моему, летние есть И там до подросткового возраста, в принципе А есть и клубы для взрослых Да Ну, вот последние два года в рамках гранта мы выиграли грант Потанина И в рамках этого гранта был клуб астрономия для взрослых Весной он проходил тоже десять занятий Причём там стоимость была копеечная, десять рублей Вот, и достаточно много, вот в этом году порядка тридцати-сорока взрослых ходили еженедельно То есть это тоже такие регулярные занятия Ну и, кстати, сейчас, вот в следующий четверг у нас тоже открывается летний клуб для взрослых и детей Туда можно приходить как деткам, ну тоже шесть плюс, так и мамам, папам, бабушкам, дедушкам Называется он клуб «Звёздный остров», где по четвергам в 18.00 Занятие будет идти около часа Ну и ребята тоже смогут сделать и модели карт, солнечные часы Будут в том числе наблюдения в телескоп Но нужно понимать, что для этого нужно освободить не только вечер, но и уже время ближе к ночи Потому что при городской засветке и при белых ночах смотреть на звёзды практически невозможно Поэтому это будут или выезды какие-то, или ждём темноты Ничего себе! Я хотела, да, как раз поподробнее об этом узнать Просто есть же какие-то любители, которые собираются, вот когда комета Любительская астрономия называется Или у нас есть группа такая Или какой-то звездопад, вот они где-то собираются А у вас можно вот прям прийти там в такую специальную ночь, когда там какие-то особые небесные события И действительно это посмотреть, это увидеть, или это... Скажу, что мы практикуем, видите, всё-таки... Для всех, да? Нет, одно дело любительской астрономии, они на волонтёрских началах Они не привязаны к работе У нас же строгий рекламент рабочего времени Понятно Музей ночью не работает Но исключение мы делаем То есть вот в рамках клуба «Звёздный остров» Кстати, тоже билет всего 10 рублей будет стоить Я думаю, что все смогут позволить себе такую стоимость Выезды планируются Просто нужно подгадывать под погоду И нужно понимать, что в городской засветке мы можем увидеть Или куда-то, может быть, на набережную будут выходы, чтобы поближе к... Поближе к природе Да, поближе к природе Да, София, а там нужна регистрация какая-то для того, чтобы записаться на это? И ограничено ли число мест? Я так понимаю, что всё равно же вы, наверное, не наберёте всех желающих толпу? Толпу мы, конечно, не наберём Хотя у нас музей большой Но нужно понимать, что работать будет один человек Не все поместятся Поэтому, конечно, по номеру 485017 На каждое занятие будет регистрация И записываться нужно будет на каждое занятие То есть можно, например, не целый курс взять? Да, вы можете там раз сходить попробовать Понравилось? Записались на следующую неделю Уехали в огород, не записались Потом вернулись и на новую лекцию снова пошли Понятно Посмотрели в огороде ночью сами на созвездии И подумали, что чего-то мне не хватает знаний об этих созвездиях Слушайте, а вот в старом здании музея, которое... Историческое здание, да? Я не была, по-моему, со времён школы Оно ведь тоже, наверное, очень сильно изменилось За последние 10-20-30 лет экспозиция Что там? Ну, музею в следующем году, историческому зданию музея будет 35 лет Так что у нас два юбилея Вот, ну, сказать... Я, к сожалению, не могу сказать, как оно изменилось со времён его начала Мне ещё лет чуть поменьше Нет, вы расскажите, что там сейчас? Сейчас там по-прежнему можно увидеть настоящий спускаемый аппарат Который в 80-х годах в космосе побывал В него можно заглянуть, посмотреть, насколько неудобно космонавтам спускаться на Землю Кроме того, конечно, там большая выставка, посвящённая Константину Эдуардовичу Циолковскому Естественно, она обновляется Недавно, где-то по весне, была открыта выставка «Циолковские вятки» То есть конкретно про пребывание здесь И можно узнать про наших земляков, связанных с космической тематикой Это ведь не только космонавты, не только Виктор Петрович Савиных и Александр Александрович Серебров Это и конструкторы, и инженеры Это в том числе, например, Вершинин, который командовал авиацией во время Великой Отечественной войны То есть это довольно большой пласт наших земляков, связанных с авиацией Кроме того, можно увидеть и быт XIX века, то есть гостиную Воссозданную, да? Воссозданную, да И физические приборы конца XIX, начала XX века Которыми вполне вероятно пользовался и Константин Эдуардович Интересно, а приборы сильно изменились? Наука же, наверное, вообще ушла очень сильно вперёд Там вообще при их помощи что-то сейчас ещё можно увидеть при помощи этих приборов? Ну, можно, да В некоторых случаях, если экскурсанты, ну, спокойные, скажем так Если не ждёшь от них неожиданностей и подвоха Да, то экскурсоводы дают и в руках подержать, и даже что-то там посмотреть, покрутить Но, на самом деле, историческое здание очень любят взрослые Детям больше интерактив нужен И там кнопочки понажимать, потыкать и так далее, видео посмотреть А вот взрослые и в том числе приезжие туристы отмечают, что историческое здание очень уютное И даже иногда больше нравится, чем наш детский космический центр То есть это тоже отдельные программы, да? Вот сходить в это здание, где жил Циолковский, послушать какую-то лекцию, экскурсию про его жизнь И про вот тех космонавтов, о которых вы говорили Да, это какая-то отдельная программа Или это в рамках обзорной общей экскурсии? Нет, обзорную экскурсию у нас обзорная экскурсия по детскому космическому центру идёт около 45-50 минут И чаще приходят с детьми, детям вторую экскурсию просто уже не выдержать Они устанут Поэтому, но билет у нас единый в оба здания То есть обычно люди ходят с экскурсоводом по детскому космическому центру В музей Циолковского уже в историческое здание идут самостоятельно Вот, но если, допустим, экскурсоводы попросить рассказать экскурсию в соседнем, да, в историческом здании Если он свободен, он не откажет Отлично В рамках одного билета Спасибо Так, вот мы собрали такой спектр информации о детском космическом центре и о музее Циолковского И убегаем на рекламу и вернёмся Культпоход Возвращаемся в студию Розыгрыш призов всё ближе Но мы ещё не договорились с нашей гостьей Напомню, София Слободина у нас сегодня в гостях Организатор экскурсии музея Циолковского Авиации и космонавтики И сейчас мы прямо в будущее перемещаемся на машине времени в следующий год Да, просто очень два знаковых события произойдут в следующем году Кроме наших юбилеев У нас состоится Международная школа лекторов планетария в марте 23-го года То есть мы уже как образовательная площадка выступаем, получается, да? Да Ассоциация планетариев России выиграли грант И они проводят вот эту школу лекторов Это на самом деле очень ответственное мероприятие Потому что к нам съедутся астрономы, учёные, академики С достаточно большими заслугами И они будут презентовать свои новые программы Открытия, может быть, фильмы какие-то планетарские Извините, планетарские в том числе Вот Но это такая внутренняя история То есть туда невозможно постороннему человеку зайти И посмотреть на всех этих людей Или можно? Нет Полагается, что будут открытия, открытые мероприятия Но нужно понимать, что обязательно будет регистрация Да, регистрация Потому что зал наш вмещает 200 посадочных мест Так Конференц-зал Вот Поэтому мы думаем, что попасть на мероприятие будет возможно Да, нужно следить за анонсами Ну и ещё очень большое мероприятие Уже 17-й раз на базе нашего музея Проходят молодёжные целковские чтения Но в этот раз мы выходим на международный уровень И планируется участие в том числе зарубежных Ну, людей из-за рубежа Нужно понимать, что целковские чтения проходят не только для детей Но и для молодёжи То есть все до 35 лет могут участвовать А есть возрастное ограничение, София, у них? Тоже 12 плюс? Или там на каждом мероприятии своё возрастное? Нет, примерно 12 плюс Потому что маленькие дети раньше участвовали лет 8 Но им тяжеловато защищать свои проекты в этом возрасте А всё-таки чтения подразумевают Не просто отдать жюри свою работу Но её обязательно защитить Причём темы достаточно разные Но все они сводятся к теме космоса Номинации от литературы до высоких технологий То есть можно написать и поэму про космос И её как-то презентовать, защитить Такие работы тоже принимаются Ну и нужно понимать, что у нас очень компетентные жюри Это и космонавты, и конструкторы Всегда приезжают правнуки Циолковского на подобные мероприятия Всегда проходят с участием Роскосмоса Поэтому у нас высокие гости Мы, конечно, уже начали готовиться к Циолковским чтениям А когда это будет? Это октябрь 2023 года То есть следующей осенью получается Да, то есть где-то начиная с весны Уже будут приниматься работы Поэтому если есть желание у ребят Нужно уже начинать готовиться Стоит сказать, что благодаря Циолковским чтениям У нас есть возможность победителей Обычно 2-3 человека Выезжать в Казахстан на Байконур Ребята ездят в школу имени Челомея В космическую школу И там в течение недели занимаются И у нас есть даже выпускник клуба Как раз виртуальная космонавтика Который потом съездил в Байконур И сейчас заканчивает летное училище Потрясающе И еще одно буквально слово Касающееся юбилея Циолковского 165 лет ему уже в этом году Исполняется 17 сентября Всегда к дню рождения Циолковского У нас проходит открытие выставки Земля-колыбель человечества Эта выставка собирается из конкурса Фотоработы принимаем мы до конца августа Посвященные вот как раз теме Земля-колыбель человечества На сайте у нас вся информация выложена То есть можно нам присылать фотоработы Связанные с космосом И победители потом Почетно висят Вернее работы победителей Почетно висят у нас на выставке Открытие выставки как раз проходит В день рождения Циолковского Я сейчас София вам задам вопрос сложный Хорошо А у сайта какое возрастное ограничение? Ноль плюс Ноль плюс Как только научились читать Можно заходить на сайт Детского космического центра Ну 6 плюс, наверное, все-таки, да? Ну 6 плюс, да В следующий раз я буду Извините Перед каждым предложением Сначала вам говорить Не надо Это не мы Это не мы настаиваем Это Роскомнадзор Так, ну вот Анонсировали У нас не так много времени остается Давайте двигаться дальше Давайте к розыгрышу призов Потому что София принесла нам Два пригласительных билета София, это пригласительные билеты В музей просто, да? На обзорную экскурсию И в планетарий На две персоны Они привязаны к дате какой-то? Нет То есть можно пойти в любое время Но главное перед этим Позвонить и уточнить Есть ли экскурсия Какой сеанс в планетарии идет То есть можно выбрать билет На обзорную экскурсию А можно в планетарий Или это Можно и то, и другое посетить Сначала на экскурсию По одному билету, да? Отлично Ну у нас еще есть Пригласительные в кинотеатр Смена на любой фильм и сеанс И пригласительные в кинотеатр Дружба Также на любой фильм и сеанс Далее двигаемся В галерею прогресса Мы всех приглашаем Напоминаю, что там Прекрасная выставка Она работает до конца лета Вроде бы, как мы тут обсуждаем Улицы Лагранжи Александр Родченко Две фото-выставки Возрастное ограничение 0 плюс Ну и надо сказать, что сегодня Продолжается в галерее прогресса Фестиваль современного театра Сегодня человек из Человек из Подольска Так называется Спектакль Постановка Оригинал пьесы Человек из Подольска Да, 16 плюс Возрастное ограничение 18-30 начинается И завтра еще будет два показа Том Ошентер 18 плюс 12 18-30-12 плюс И Алиса Это вот по мотивам сказки Льюиса Кэрролла Да, 12 плюс тоже Кроме того, у нас есть Как всегда Книги от магазина Читай город Ричард Осман Клуб убийств по четвергам Веселая и грустная история Раскрытие преступлений Детектив 16 плюс Не читай Нет, я хочу Я хочу про этих убийц Из дома Из престарелых 16 плюс Тресси Шевальет Он конит Трогательная история А 38-летний Ваилет И ее мечте Стать счастливой Ну и еще Да она отличная книжка Автор, по-моему Девушка Жемчужина сережка Не знаешь 16 плюс Елена Михалкова Ваш ход Миссис Норридж Это тоже детектив В викторианской Англии В общем 16 плюс Возрастное ограничение Напоминаем, что эти другие книги Вы можете найти В магазинах Читай город В торговом центре театра В торговом центре Крым ТРЦ Фестиваль И Макси Большом Макси На Луганской Ну и два билета У нас пригласительных Напоминаю В детский космический центр Все Начинаем наконец Разыгрывать София Первый вопрос Так, первый вопрос Друзья, у нас будет Творческий Вот мы знаем Что у каждого космонавта Есть свой позывной Гагарин был Кедром Савиных Родником Терешкова Чайка А если бы Вы полетели в космос Какой позывной Вы бы себе выбрали Ага А как мы будем Определять победителя По Нравится Не нравится Вот так вот Да По оригинальности Оригинальности ответа 211-101 Давайте бегом И сразу оригинальный ответ Чтобы мы вам подарили приз И дальше перешли К следующим вопросам 211-101 А у меня, между прочим Литературные вопросы Вот мы сейчас Если успеем Задать вопросы От нашей гости То может быть Я еще успею задать Какой-нибудь Свой литературный вопрос А если не задать Они связаны с космосом Добрый день Как вас зовут? Здравствуйте, Татьяна Да, Татьяна Очень быстро Давайте Ваш псевдоним Я не мобильная Поэтому я и так и назовусь Не мобильная в космосе Не мобильная в космосе Так Подарим Татьяне приз Думаю, да Или дождемся Билеты Куда билеты? В Целковский Музей Целковский Все, Татьяна Билеты будут за вами Присылайте Чтобы за ними Кто-то пришел от вас И мы с удовольствием Их вам дадим Едем дальше Так, ну и второй вопрос На Международной космической станции Есть колокол В какой ситуации в него бьют? Ого То есть вот там, вот в космосе, да? Да, в космосе есть колокол на МКС И повторюсь В какой ситуации в него бьют? 211 Там же не слышно Там нет воздуха Они как через радио это слышат Звуки или звуки там есть? Звуки есть Колокол Это рынка какая-то просто такая Своебразная, космическая Колокол Мне кажется, надо просто У нас внизу в коммерческом отделе Тоже есть колокол По каким случаям в него звонят? Ну, нас вот с братом родителей Так звали на обед Серьезно? Да Звенит колокольчик Значит, можно зайти в кухню Мне кажется, надо проводить Прямую ассоциацию Все-таки с кораблями, да? Поскольку космические корабли Все равно ассоциативно связаны И с морским флотом Надо подумать Да, ты думаешь? Я уверен Я спросил у Софии Ответ правильный А, ты знаешь, правильный ответ Добрый день, как вас зовут? Добрый, добрый, Сергей Здравствуйте Здравствуйте Ваш ответ? Отвечаю Да На международной космической станции Без колокола Каждый раз, когда происходит смена командира Отлично Да, это верный ответ А, подождите То есть когда экипаж меняется? Командир Да Командир экипажа Обычно командир меняется со смены экипажа То есть прилетает с земли новый экипаж Старый улетает Соответственно, командир тоже меняется А мне казалось, что вы как-то тут договорились Что это действительно связано с приемом пищи Нет Это было, ты вводила в заблуждение Сергей, какой приз вы хотите? Билеты в смену Билеты в смену, хорошо Сергей, билеты в смену достаются вам Напоминаю, что у нас еще билеты в дружбу остались Ну и что, можно мне, да, задать? Или у Софии интересный вопрос? Ну давайте я задам свой вопрос Я даже не знаю, честно говоря, какой лучше Ну давайте скажем так Назовите автора космических повестей и рассказов Который родился в городке Уакиган Недалеко от Чикаго Это коротко Это писатель Ну, Чикаго это Америка Это американский писатель Он родился в городке Недалеко от Чикаго Ехать около часа, наверное Я не помню, сколько мы ехали Вот, там, между прочим, очень симпатичный Такой американский городок Да, такая одноэтажная Америка Вот одноэтажные, двухэтажные Маленькие такие домики кирпичные, деревянные Очень симпатичные На стене одного из этих домиков Нарисована такая иллюстрация по мотивам Из одной из повестей этого автора Ну, ладно, я подсказку сразу дам Хорошо По повести этого автора Ставил спектакль театра «Нас Паской» О! Это просто, я думаю, что никто не понял Я сама не знала, что он там родился До момента, пока туда не приехала Сложный вопрос, но интересный Тадам! Я слышала, что был звонок У нас полминуты остается Алло, алло Есть слушатель? Мне кажется, если звонок придет С ответом на этот вопрос уже после эфира Мы приз дадим Да ладно, он очень простой Он очень быстро гуглится Ты столько всего рассказал, что непонятно, что гуглить Американский писатель, который писал в том числе про космос По его повести Театр «Нас Паской» ставил не так давно спектакль Я не знаю Да? Да Добрый день, как вас зовут? Давайте бегом Алло Алло, как вас зовут? Алло Алло Так, ну что, в общем, человека мы не слышим, увы Тогда нам надо прощаться Заканчиваем, говорит нам звукорежиссер Ладно, я вам скажу, это был Рэй Брэдбери Вот так Все очень просто, да Мы культпоход заканчиваем Завершаем Спасибо большое Софии Слободиной Спасибо детскому космическому центру Еще один билет у нас остается Мы его разыграем в следующей программе Да, ну я в конце добавлю, что космос ближе, чем кажется Поэтому приходите к нам в космический центр Будем рады видеть всех Спасибо До свидания Культ Пахвот